СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАДЫ Лежащая в районе озера Антарио, расположена на широте Рима. Благодаря Канадскому Арктическому Архипелагу и другим многочисленным островам, Канада занимает первое место в мире по протяженности береговой линии – более 250 тысяч километров. По государственному строю современная Канада – независимое суверенное государство. Законодательная власть в нем осуществляется парламентом, который состоит из назначаемого Сената и Выборной Палаты общин. Высший орган исполнительной власти – правительство, которое формирует лидер партии, получившей большинство мест в Палате общин. Канада входит в состав Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства номинально считается королева Великобритании, которую в Канаде представляет генерал-губернатор, обязательно уроженец Канады, назначаемый ею по рекомендации премьер-министра сроком на пять лет. По административно-территориальному устройству Канада – федеративное государство, состоящее из десяти провинций и трех территорий. Во главе каждой провинции стоит лейтенант-губернатор. Национальный состав населения Канады можно охарактеризовать как одновременно сложный и простой. Сложный, потому что Канаду населяет более ста народов, которые говорят на разных языках. А простой, потому что ни на одном из этих языков, кроме английского и французского, не говорит более трех процентов населения страны. Поэтому все эти многочисленные языки, можно отнести к категории языков национальных меньшинств. Канада фактически двунациональная страна, национальный состав которой определяется двумя крупнейшими нациями. Это англоканадцы и франкоканадцы. Численность англоканадцев – 18 миллионов человек, или 58% от населения страны. Это самая крупная национальность в Канаде. Англоканадцы формируют население в девяти из десяти провинций, кроме Квебека. Вторая по численности нация Канады – франкоканадцы. После присоединения французской Канады к Великобритании в 1763 году огромное количество франкоканадцев оказалось оторванным от своей родины. Это способствовало формированию особой нации, которая сохранила старинный диалект французского языка, национальные традиции и культуру. Всего франкоканадцев – 7 миллионов человек, что составляет 22% от населения. Около 80% всех франкоканадцев проживает в бывшей французской Канаде, провинции Квебек. Конституция страны относит к коренным народам три группы. Во-первых, это представители, говорящих на 58 языках индейских племен, которых насчитывается 800 тысяч человек. Около половины из них проживает в 2000 резервациях. Во-вторых, это индейские и европейские метисы. Их примерно 200 тысяч. Потомки браков англичан и французов с индейскими женщинами, заключенных в период первоначального освоения Канадского Запада и Севера. В-третьих, это канадские эскимосы, самоназвание инуиты. Их примерно 50 тысяч. И именно они составляют основную часть жителей побережья Северного Ледовитого океана и островов Канадского арктического архипелага. Согласно рейтингу ООН, Канада занимает одно из первых мест в мире по качеству жизни. В конце прошлого столетия ВВП Канады из расчета на душу населения составлял около 20 тысяч долларов. Для сравнения, аналогичный показатель для России на тот же период был в 7 раз ниже. Канада занимает третье место в мире после России и Бразилии по запасам древесины. А в перерасчете на душу населения выходит на первое место в мире. Более половины территорий страны покрыто хвойными лесами. В результате Канада является крупнейшим в мире производителем и экспортером бумаги и бумажных изделий. Помимо производства бумаги, леса Канады используются для жилищного строительства. Это леса провинций Квебек, Антарио и Британская Колумбия. Канада входит в число стран-лидеров по добыче и экспорту различных полезных ископаемых. Там добывается никель, железная руда, медь, сера, алюминий, золото, нефть, природный газ, уран. В последние годы экспорт минерального сырья значительно снизился. Он составляет лишь 1,9 общего экспортного объема. Тогда как еще в 60-х годах его доля была равна 40%. Наличие большого количества рек на территории Канады размещается 10% мировых запасов пресной воды, позволяет стране обеспечивать себя на 70% энергией посредством гидроэлектростанций. Канада является также крупным поставщиком урана, нефти и газа. Помимо этого, добыча угля полностью покрывает все потребности страны в данном виде топлива. Автомобилистроение Канады представлено филиалами ведущих зарубежных производителей из США и Японии. Помимо этого, Канада производит строительные машины, экскаваторы и машины для прокладки тоннелей, авиатехнику, частные самолеты и самолеты бизнес-класса, а также снегоходы и гидроциклы. Компьютеры, офисная техника, средства телекоммуникации вместе с продукцией машиностроительных компаний составляют около 20% канадского экспорта. Канада является также одним из крупнейших производителей минеральных удобрений и лекарственных препаратов. Сельское хозяйство Канады не только обеспечивает потребности населения в продуктах питания, но и играет важную роль во внешней торговле страны, давая 11% стоимости всего экспорта. Особое место занимает экспорт зерновых, прежде всего пшеницы, по вывозу которой Канада стоит на втором месте в мире после США. Регионы Манитоба, Соскочеван, Онтарио. Канадское сельское хозяйство – одно из самых продуктивных в мире. В нем занято около 5% населения. 30% ферм производят 75% валовой товарной продукции. Канадские фермеры могут прокормить 100 миллионов человек. Помимо продукции сельского хозяйства, Канада экспортирует рыбу и морепродукты. Это провинции Британская Колумбия, Ньюфаундленд и Новая Шотландия. На этом урок закончен. Тема следующего урока – состав Латинской Америки. Политическая карта.